Итак, друзья, первая серия студии зашла достаточно неплохо, я ожидал чего-то более какого-то такого задержанного от вас, но вы поддержали нас, вам нравится, вы хотите, чтобы мы продолжали снимать. Она скоро появится, она в начале следующей недели уже должна появиться, это вторая серия, где мы вам покажем офис, это такой спойлер я вам закинул. Давайте продолжим. О чем будет этот ролик? Этот ролик будет о том, что мы тут обустроили сеть, нам завели сюда два эзернета, один локальный, другой для такого мощнейшего интернета, но видите, в чем прикол? Прикол в том, что я сижу вот там, интернет заходит прямо за вами и через всю комнату должны идти кабеля, это боль, это действительно огромная, огроменная боль. Я думал, как это решить, тут ребята из АСУС говорят, парни, мы знаем решение, мы говорим, что там за решение. Они говорят, у вас акция проходит, посмотрите, что там за решение. И я, в общем, спрашиваю вас, что там за акция, в чем суть этой акции, они мне объяснили, мол, братан, братишка, супер цена на роутер и на репитер. И я такой, типа, что надо? Да ладно, на самом деле я реально долго думал, я думал вначале оформить себе пауэрлайн, чтобы по электросети шел интернет прямо туда, там есть розетка, там и с этой стороны, и с этой стороны розетки есть. Но Wi-Fi, просто почему я не доверял Wi-Fi? Потому что если я сяду играть в какой-нибудь Battleground или сейчас мы стримить начнем для вас, то сеть через вот эту вот фигнельку будет пропадать. И я буду гореть, и вы будете гореть, чат, огонь, гуся запускать. Те, кто себе отвечает, не знают. Гуся запускать и все такое. Я говорю, нет, друзья, вы уверены в этом? Они мне говорят, братан, возьми, посмотри, что это такое, и потом ты поймешь, в чем беда. Я взял, я взял, значит. История затянулась, друзья. Шоу очень, такие далекие времена были, когда мы тестили еще в Вегу тогда. Я тестил, как мог, мы играли в Battleground. Значит, идет второй час игры, у меня дропается сеть. Я, значит, уже все, я уже под ним вытаскиваю вот эту малышку, говорить, чуваки, это Г. На самом деле вырубается интернет по всем офисе, и эта вещь не виновна. Зачем я начал эту историю, я не понимаю. Поэтому, друзья, быстренький сейчас обзор вот этих двух малышек, и я вам расскажу, почему стоит брать вот эти вещи. Ну, вот эту, это понятно, это роутер, вы все это прекрасно знаете. Почему стоит вот эту взять? Я вам сейчас расскажу. Начнем, пожалуй, с роутера или маршрутизатора. Что мы получаем за 2450 рублей? Это все уже по акции, друзья, заранее оговорюсь. Мы получаем стандарт беспроводной связи 802.11ac. Сразу оговорюсь, что также роутер работает в двух диапазонах 2.4 и 5 ГГц. Максимальная скорость беспроводного соединения данного роутера 733 Мбит в секунду. Итак, давайте осмотрим роутер с тыльной стороны. Тут у нас разъем для питания, есть USB-порт. Как вы думаете, для чего он? Вы можете подключить туда либо модем, либо зарядить телефон. Да, так и говорят, вы можете зарядить телефон. Если у вас какая-то туса глобальная и все USB заняты, вот просто на земле закончились USB, то именно этот порт вас спасет. Также One-порт, в который вы засовываете кабель интернета, с помощью которого вы будете питать этот роутер интернетом. Роутер, в свою очередь, будет питать все интернетом, он может, я знаю. Ну и 4 ламп-порта. Прикольно. Кстати, скорость данных портов, 4 ламп-портов, 100 Мбит в секунду. Что касается дизайна. Данная модель исполнена в матовом, черном, брутальном, матовом пластике. Граненый узор, ну блин, я не знаю, как это поперечный узор, как это назвать, я не знаю, я не шарю. Если кто шарит, пишите обязательно в комментариях. В общем, действительно брутально, красиво, минималистично, назовем так, выглядит. Мне понравилось, честно. Давайте по индикаторам пройдемся. Индикаторы. Давайте справа налево. Первый сигнализирует о том, что, типа, включен роутер или нет. Вторые два говорят о том, как работает роутер в том или ином диапазоне. Это 2,4,5 ГГц. Затем подключен ли USB какой-то коннектор, либо телефон, либо что там у нас, модем. Ну и следует уже дальше, это уже кабель Ethernet, ну, интернетовский кабель, который поставляет интернет в этот роутер. Ну и остальные четыре говорят о том, подключен ли какой-то LAN-порт или нет. От роутера перейдем к репитеру. Называется наш репитер Asus RPN12. И да, диапазон частот для беспроводной связи тут 2,4 ГГц. Только одна частота. Скорость передачи данных на данной частоте 300 Мбит в секунду. Это что касается Wi-Fi. На нижней грани корпуса данного репитера расположен разъем Fast Ethernet, ну или RJ45, с максимальной возможной скоростью передачи данных 100 Мбит в секунду. На передней панели репитера вы можете наблюдать 3 индикатора. Давайте самого нижнего начнем. Он может гореть в двух цветах, красным и зеленым. Если он горит в красном, то плохое соединение с Wi-Fi, с интернетом, неважно. Если зеленым, соответственно, великолепно. Вы молодец, ставлю лайк, подписывайтесь на канал. Центральное символизирует о подключении LAN-порта. Если вы подключили LAN-порт, вы нобелевский лауреат. Ну а последнее, соответственно, включение и выключение индикатора. Там все дела, в общем, хорошо. На левой боковой поверхности находятся 3 кнопки. Перезагрузка, питание, ну и ВПС. Что касается подключения, то тут, действительно, чуваки, все очень просто. Что на модеме, что на репитере. Достаточно понятная менюшка Asus. Там прописывайте IP, заходите через комп и все, вы прям молодец. Ну или же через Ethernet можете спокойно подключиться. Реально, без каких-либо проблем я не стал заморачиваться, чтобы вот это вот сейчас вам объяснять. Куча гайдов в интернете. Можете загуглить, проверить, настроить. Итак, в чем же все-таки феномен вот этой вот малышки? Да тут все просто. Если у вас дом, в котором стены просто из пули непробиваемого бетона сделаны. Или просто толстенные, как... Да как я. То вы вполне можете завязать вот эту фигню. То есть, эту стенку они сто... Вот эта малышка пробьет своим Wi-Fi эту стенку. Я не знаю, как... Вот просто проще некуда объяснить. Ну согласись, братан. Вот я профан в этом. Ну мне объяснили так. Я говорю, типа, вот это пробьет. Но вот обычный Wi-Fi в принципе пробьет. Можно роутер предыдущий? Молодые люди. Спасибо. Просто благодарство. Так вот, если у вас в одной комнате стоит вот эта вот... Вы думаете такие... Хм... Арсен... А что делать? В следующую комнату у меня плохо проходит сигнал. Что делать? Все просто. Вы берете вот эту фигнюльку, втыкаете ее в соседнюю комнату. Она ловит Wi-Fi от этого. И раздает дальше. Гениально. Гениально. Вот я честно, я бы хотел... Я маленький был, хотел придумать это. Просто меня опередили ребята, которые придумали вот это все. Я знаю, что это ребята сто пудов не из Асус, но вот те, кто придумали вот эту методику, это офигенные ребята просто. Молодцы. Ставлю лайк, подписываюсь на канал. Так вот, Арсен, почему же ты так распинаешься и рекламируешь вот эти две вещи? Да потому что на них действительно сейчас четкая цена. Мы где-то записывали ее, сейчас я вам скажу. 2450 вот это стоит? И 1750 вот это стоит? Вот это я точно возьму. Насчет этого не знаю, потому что у меня дома стоит уже роутер Асус, мне как-то не очень нужно. Но вот это мне нужно, потому что у меня дома не все устройства поддерживают Ethernet. То есть мне кабель засунуть в Mac я не могу. И мне нужен действительно хороший Wi-Fi в других помещениях. Поэтому я возьму вот эту вот вещь, сделаю усилок, избавлюсь от лишних кабелей дома. Гениально. Да. Спасибо, Асус. 1750 рублей вы у меня забрали, но дали вот такую фигню. Спасибо. У меня на этом все. Подписывайтесь на нашу социальную сеть, не забывайте комментировать. Вот такой вот маленький вводный ролик получился, друзья. Я фразу хотел какую-то закинуть. Друзья, что естественно, то не сверхъестественно. Берегите себя и своих близких. Спасибо. 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 Продолжение следует...